Всем привет! Сегодня я вам расскажу за интерфейс Externalizer. Что это такое, зачем это нужно? Как вы знаете, наверняка вы знаете, у нас есть интерфейс Serializable. Такой себе интерфейс, который маркает какой-нибудь класс, что он сериализуемый, и после этого мы можем сохранять какие-то файлы и потом обратно. То есть такая сериализация происходит. Проблема в том, что это происходит у вас за глазами, вы не знаете, как это происходит, и процесс весь автоматический. Иногда лучше контролировать все это. Зачем? Для того, чтобы делать это все более быстро. То есть иногда у нас может быть проблема с производительностью при сериализации. В таких случаях мы используем Externalizable интерфейс. То есть мы берем, создаем какой-нибудь класс. Скажем, там, класс house. В нем может быть всего лишь одно поле. Rooms. То есть количество комнат в нашем доме. И мы хотим, чтобы он у нас был Externalizable. То есть если мы автоматически, мы можем имплементить Serializable. Это все знают, да, и он у нас автоматически будет сериализуемый. Но если мы хотим сами его сериализовать, то тут нам уже нужен интерфейс Externalizable. И мы его имплементим Externalizable таким вот образом. И плюс нам еще нужно добавить два метода. Заврадить в WriteExternal и ReadExternal. Которые в свою очередь Out у нас позволяет записывать данные. То есть тут есть всякие WriteBoolean, WriteByte, WriteChart. То Int, короче, все примитивные типы можно здесь записывать с помощью него. Вот. Стринги можно записывать с помощью UTF и так далее. Но нам нужно всего лишь антовое значение. Вот мы запишем в WriteInteger. И мы наши комнаты сохраним. Здесь тоже самое, но мы будем читать. То есть мы возьмем rooms равно in Redent. И все. Вот и все уж. Вот и весь наш интерфейс, наш класс готов. Теперь мы можем читать. Как вы помните, при сериализации мы используем OutputStream. Нет, ObjectOutputStream. Object. ObjectOutputStream равно NewObject. OutputStream, в него передаем NewFile. InputStream, в него NewFile. И какой-нибудь там Temp.txt. Плюс нам еще нужен наш House. Теперь мы в House передаем наш OutputStream. И записываем это все. Вот и все. И у нас, если мы сейчас запустим, у нас в наш файл запишется данные. Но если мы его откроем и посмотрим, что у нас тут в Temp.txt. Ну, тут что-то такое непонятное. Но, тем не менее, данные были записаны. Теперь мы их можем прочитать точно так же. Мы берем ObjectInputStream. NewFileInputStream. NewFile.temp.txt. И теперь создаем какой-нибудь новый House. В нем данные пустые. Мы хотим их заполнить. Мы берем House2. ReadExternal. И ObjectOutputStream. ObjectInputStream. И все. South House2. Rooms. То есть здесь мы данные записали в этот файл. А здесь мы их просто-напросто прочитали. Как видите, да. Давайте, чтобы интереснее было. Мы в наш House Rooms, скажем, сделаем их 5. Перезапустим. И вот у нас 5, как видите, все совершенно верно прочиталось. Таким вот образом вы можете экстернализировать. Короче говоря, сериализовать ручками ваши классы и так далее. Это будет немножко быстрее. То есть если для вас важна скорость, то используйте интерфейс Externalizable. Тут куда больше, но зато работать будет быстрее. Вот. Как-то так. Ну, на сегодня все. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем пока.